Передача знаний, навыков и установок от более опытных сотрудников и старших товарищей. Развитие института наставничества обсудили на расширенном заседании молодежного совета при администрации Самары. Его провела глава города Елена Лапушкина. Очень хочется о многом поговорить и во многом мне хочется с вами посоветоваться. Поэтому давайте по поездке, информацию, диалог абсолютно открыто. Указом президента следующий год, 2023, объявлен годом преподавателей и наставника. На заседании обсудили стратегию наставничества как непрерывного развития на предприятиях и в молодежных сообществах и создание российского движения детей и молодежи в Самарском регионе. Это новое детское движение, которое сейчас создается в стране. С инициативой выступили сами дети. Инициатива была поддержана нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И в Самарской области уже проделана достаточно большая работа по формированию нового движения. Координационный совет регионального отделения движения возглавил наш губернатор Дмитрий Чазаров. И Владимир Лапушкин тоже вошла в состав этого координационного совета. Сейчас наша делегация отправляется на Всероссийский съезд движения, где будут приниматься все ключевые решения по развитию этого движения. А следующий год, конечно же, будет насыщен большой-большой работой. И мы будем вовлекать наших школьников, наших студентов в колледже и техникумах в совместную работу. Своими идеями, как развивать институт наставничества, поделились представители самарских вузов, предприятий, театров, движения клуба веселых и находчивых, которые объединяют людей разного возраста. В КВН играют как школьные команды, так и трудовая молодежь. Мы от движения «Самарский КВН» предложили несколько инициатив по развитию наставничества в сфере КВН. И в принципе есть специальные образовательные программы, которые можно закончить абсолютно каждому, получить специальное образование о том, как вообще заниматься КВН, как собирать команду КВН, именно детскую команду КВН. Плюс мы готовы провести мастер-классы для всех желающих, кто хочет стать наставником, для новых команд. С удовольствием проведем мастер-классы, обучающие семинары, с практикумом, чтобы можно было окунуться в эту сферу. Ну и, конечно, понять принципы создания команды КВН и как вообще работать с молодежью. Объединяют поколения творчество и предпринимательство. Креативный кластер, который активно развит в городе, тоже включает в себя наставничество. Креативная индустрия всячески поддерживает наставничество, берут молодых людей, детей с ОВЗ. Это просто ребят молодых из ВУЗов, из СУЗов для того, чтобы рассказывать им про те ремесла, которые они делают, про те продукты, которые они создают, и то, как можно развивать в себе эту самую креативность. Обсудили на заседании способы популяризации Пушкинской карты. Она позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Воспользоваться картой номиналом 5000 рублей в течение года могут молодые люди от 14 до 22 лет. Участники заседания предложили свои варианты распространения карты в молодежной среде. Например, можно создать афишу «Мобильное приложение» и внедрить в школьную и студенческую практику коллективные походы в учреждения культуры. Глава города отметила продуктивную работу молодежного совета. «Хорошо мы с вами сегодня поработали. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, здоровья, мира нам всем, радости, и чтобы Новый год был креативный, творческий и добрый». Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.